12 дней в Астане. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Лаура Жакопова. Здравствуйте. Здравствуйте. Глава государства направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину. В связи с повторным назначением на пост председателя КНР, президент Казахстана отметил, что это событие является высокой оценкой вклада Си Цзиньпина в дело продвижения национальных интересов страны. Я процитирую. Я верю, что под вашим руководством Китай достигнет еще больших вершин на пути построения общества среднего достатка. Говорится в телеграмме. Также Нурсултан Азарбаев выразил уверенность, что отношения и совместная работа двух государств и дальше прослужат прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина. А дружба между народами еще больше укрепится. Си Цзиньпин также переизбран председателем Центрального военного совета КНР на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Она проходит в Пекине. Депутаты форума проголосовали за его кандидатуру единогласно. Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины. Си Цзиньпин занимает посты главы Китайского государства и Центрального военного совета с 2013 года. Срок пребывания на этих должностях ограничивался двумя пятилетними сроками. Но на нынешней сессии Всекитайского собрания в основной закон внесли изменения, упразднив эти нормы. Сообщается, что голосование проходило за закрытыми дверями. Голландские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном. Представители 60 сельхозкомпаний Нидерландов встретились в Гааге с группой казахстанских фермеров. О чем договорились аграрии двух стран, расскажет наш европейский СОПКОР Жанат Эрнст. Нидерланды являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана. И если в первые годы независимости страны инвестиции отсюда направлялись в основном в нефтегазовую сферу, то сегодня голландские бизнесмены готовы вкладывать и в развитие аграрного сектора Казахстана. Очередная встреча казахстанских и голландских сельхозпроизводителей и огромный интерес друг к другу. Казахстану нужны новейшие аграрные технологии, Нидерландам, новые рынки сбыта продукции. По мнению голландских предпринимателей, наша страна с прямым доступом к общему рынку Евразийского экономического союза в 200 миллионов человек и граничащая с Китаем, как нельзя лучше подходит для этого. Чувствуется неподдельный интерес. Голландские бизнесмены задают очень четкие вопросы. Учитывая новые приоритеты в развитии АПК, которые были озвучены министром сельского хозяйства Мурзаком Шукеевым месяц назад в Астане, это развитие животноводства, расширение площади орошаемых земель, обновление сельхоз, техники. Я думаю, все эти направления могут быть использованы голландскими бизнесменами для развития своих проектов и бизнесов в Казахстане. У нашего сотрудничества есть хорошие перспективы. Благодаря ЕАЭС между Россией, Казахстаном и Белоруссией нет границ. У Казахстана очень хорошие климатические условия для развития агробизнеса. По мнению крупной голландской агрокомпании, Юг Казахстана идеально подходит для сельхозинвестиций. Намного легче экспортировать выращенные там томаты и огурцы в Россию по трассе Западная Европа, Западная Китай. Поэтому я думаю, что Казахстан может стать хорошим продовольственным хабом в этой специфической сфере. Многие голландские агрокомпании уже работают в Казахстане. В девятое по величине стране мира аграрный сектор является приоритетным. До четверти производимой у нас сельхозпродукции поступает на рынки соседних государств. К 2021 году в Казахстане планируют построить шесть заводов по переработке семян. Треть производимых семян масленичных культур уже экспортируется за рубеж. До 40% молока и молочной продукции производится в малых фермерских хозяйствах. К 2020 году объем этого рынка может достичь 2 миллиардов долларов. Благоприятный инвестклимат, субсидии, налоговые таможенные льготы для инвесторов в свободных экономических зонах. Обо всех этих возможностях для голландских аграриев в Казахстане и их сотрудничестве с местными партнерами шел разговор и во время двусторонних встреч фермеров. Наше государство прилагает максимум усилий для того, чтобы сделать инвестиционный климат в Казахстане благоприятным. И роль казахинвеста здесь это сделать так, чтобы инвестор, приходя на рынок Казахстана, чувствовал себя максимально уютным, максимально свободным. Предоставить ему информацию о существующих преференциях, их множество. Мы увидели сегодня очень большой интерес со стороны голландских бизнес-ассоциаций. Поэтому я думаю, что результатом должно стать налаживание партнерского бизнеса совместного голландско-казахстанского. Европейский банк реконструкции и развития, одним из владельцев которого являются Нидерланды, активно кредитует и аграрный сектор Казахстана. Мы говорим о рынке тепличных технологий, там, где голландцы, в принципе, одни из лидеров. Мы также говорим о производстве мяса и молочных изделий. Также можно посмотреть на технологии, связанные с биогазом и биотопливом. Я думаю, что учитывая, сколько земли в Казахстане имеется, и возможности природные, в том числе, сколько солнца и возможности земли, а также водных ресурсов, я думаю, что у нас есть возможность увеличить тепличный бизнес намного выше. По мнению голландских экспертов, расположенный на новом шелковом пути между крупными рынками соседних стран Казахстан просто обречен стать новым аграрным центром Евразии. Жанна Тернежумар Тахметов, Хабар-24, ГАГА, Нидерланды. Уязвимые к подтоплениям восточно-казахстанские районы определят с воздуха в регионе, практически полностью обновят карту поводка опасных территорий. Ее заполнением займутся шесть сформированных в области авиаотрядов. За четыре дня воздушные патрули облетят свыше 80 населенных пунктов, преодолеют 3000 километров. Паводку ситуацию с борта винта крылы машины оценил Вячеслав Ветлугин. Городские и сельские Акимы меняют обстановку. Работать в полевых условиях их обязывает паводковая ситуация. От дождевых подтоплений до сих пор не оправился Усть-Каменогорск и еще 10 населенных пунктов области. Разбор полетов у карты делают чиновники из Абайского района, но там все относительно спокойно. Снежный покров на равнинах не превышает 10 сантиметров в толщину. Куда опаснее обстановка в соседнем Бискарагае, где 206 километров Иртыша сковано льдом. Через месяц он тронется. Спасатели советуют местным властям заранее выставить наблюдательные посты. Насыпи больше двух километров в длину и полутора метров в высоту вдоль русла уже сделаны. В 2016 году в селе Бискарагае за счет поднятия грунтовых вод произошел разлив озера Куликовского, где подтопило порядка 12 домов. Исходя из прошлой практики, на сегодняшний день местными исполнительными органами проведена работа по установке насыпи. Рельеф местности также фиксируют на фотокамеры. Однако невооруженным глазом с воздуха видно. У полноводной реки в Бискарагайском районе расположено около 500 домов местных жителей. Но на ошибку воздушные наблюдатели права не имеют. Поэтому уже на земле снимки рассмотрят эксперты регионального ДЧС и внесут уточнение. В основном там угроза происходит по реке, тем деревням, которые находятся возле реки Иртыш. Там русло довольно-таки изгибистое. Есть места, которые могут предоставлять угрозу. Но тем не менее на местах местные исполнительные органы проводят работу. Заготовлено межхатара. Также насыпь отцепная производится. Ведутся работы по вывозу снега. Сформированные в регионе шесть авиагрупп сработают параллельно. К началу следующей недели будут подведены итоги вертолетных рейдов. В Восточном Казахстане обновят информацию о всех возможных паводковых угрозах. Вячеслав Витлугин и Аслан Тулепов. Восточно-казахстанская область. Хабар-24. В Самаре и на западном берегу реки Иордан автомобиль с палестинскими номерными знаками наехал на группу военнослужащих армии обороны Израиля. Погибли двое военнослужащих. Столько же пострадали. И сейчас они в среднем и тяжелом состояниях. Водитель, совершивший наезд, получил незначительные травмы. Сейчас он задержан. По данным Израильской службы безопасности, это 26-летний Алла Капха, житель арабской деревни Барта, ранее осужденный за терроризм и вышедший на свободу год назад. В этот раз также речь идет о теракте, утверждают местные власти. Нападение было спланировано таким образом, чтобы его жертвами стали именно израильские военнослужащие, охраняющие шоссе в районе поселения Маву-Дотан. В центре испанской столицы произошли столкновения между мигрантами и полицейскими. Протестующие поджигали мусорные баки и бросали камни в стражи порядка. В ответ силовики применили резиновые пули. Беспорядки вспыхнули в ходе демонстрации, на которую вынужденные переселенцы вышли после гибели в Мадриде уличного торговца Мамми Мбаги, прибывшего в Испанию из Сенегала 12 лет назад. По словам представителей экстренных служб, мужчина был обнаружен в бессознательном состоянии на одной из улиц города. Попытки привести его в чувство оказались безуспешными. Но несколько уличных торговцев утверждают, что перед тем, как Ммбаги потерял сознание, его преследовали полицейские на мотоцикле. Мэр Мадрида Мануэла Кармена пообещала, что инцидент будет тщательно расследован. Журналисты Республики Корея поздравляют коллег с 60-летием казахского телевидения. Ведущая новостей телеканала YTN Ким Йон-Джин посещала агентство Хабар 4 года назад. Во время подготовки специального репортажа она отмечает, что телекомпании Казахстана достигли больших успехов. Техническая оснащенность и мастерство не уступают зарубежным аналогам. Ким Йон-Джин надеется на дальнейшее сотрудничество двух стран во всех сферах. Корпорация YTN – это одна из крупных в Республике Кореи и имеет собственные корреспондентские пункты во всем мире. Вас приветствует ведущая новостей канала YTN Ким Йон-Джин. Это студия, откуда новости культуры, политики, общества Кореи передаются в каждый уголок по всему миру. У Казахстана и Кореи сложились тесные отношения, но, к сожалению, у нас не так много новостей о вашей стране. Мне бы хотелось, чтобы две страны сблизились еще больше. И тогда у нас появился бы шанс рассказать о Казахстане больше. Я поздравляю казахское телевидение 60-летием. Вперед, Казахстан! Праздник весеннего равноденствия в Казаларде будут отмечать целую неделю. Каждый из семи предпраздничных дней пройдет под своим названием и тематикой. Например, первые два – Тарихи Тагалым и Наурыс Дэстур – посвящены истории и народным традициям. Городские власти запланировали десятки мероприятий. О них расскажет моя коллега Райхан Тажибаева. Она на связи со студией. Райхан, здравствуйте. Мы ждем появления моей коллеги. Вот она здесь, на мониторе. Здравствуйте, Лаура. Наурыс Жанару – так называется сегодняшний день. В переводе он означает «обновление» или «преображение». Смысл слова заложен во все мероприятия дня. Стартовал он с сельскохозяйственной ярмарки, которая позволила горожанам пополнить запасы домашних кладовых. Торговля развернулась в разных зонах Казларды. Продукты по цене нежирыночной 15-20% представлены стабилизационным фондом хозяйственного Шилийского и Жанакурганского районов. 45 груженных автомашин привезли более 56 тонн овощей, фруктов, мучных, мясных и молочных изделий на общую сумму 3838,5 тысяч тенге. Из тафеты у сельскохозяйственных производителей переняли организации и предприятия областного центра, приняв участие в акции по высадке деревьев на Урстал. Для озеленения центральных улиц, аллеи и скверов было закуплено свыше 2000 саженцев. И сегодня же в городе прошла акция чистоты. Рассказать о ней подробнее и о других мероприятиях мы попросили организаторов. Сегодняшняя акция это всеобщий городской субботник. Главная цель навести порядок к главному празднику Лос-Нугу-Олокена-Наурызу. Сегодня принимают участие все городские службы, все предприятия и жители города. В рамках данного дня у нас проходит акция Арда Герлер Гетахзам, где волонтерские отряды, молодежные организации помогают ветеранам по быту. Первой такую помощь получила ветеран труда Салиман Румбетова. Дружно, быстро и бодро бойцы молодежных отрядов прибрались в доме, привели в порядок двор и сад. В течение дня волонтеры посетят и других подшефных старцев. Впереди еще четыре предпраздничных дня. В эти дни проведут национальные спортивные игры, будут угощать национальными блюдами, посвятят духовному и культурному развитию. Завершится семидневный предпраздничный марафон 22 марта. В этот день на центральной площади города будет сооружен юрточный городок, пройдут тематические театрализованные представления и ярмарки. Лаура. Рахмет Райхан Тажибаева рассказала нам и показала о том, как проходит сегодняшний день в Казаларде. О традициях и обычаях казахского народа говорили на литературно-музыкальном вечере в детской библиотеке Караганды. В преддверии Наурыза на него пригласили школьников из разных уголков региона. Для ребят подобрали не только книги, но и подготовили выставку предметов быта и прикладного искусства казахов. Юные артисты исполнили красивые музыкальные композиции и участвовали в национальных играх. Наурыз очень хороший, дружный, мирный, очень позитивный. Мы ходим друг к другу в гости, мы все время с бабушкой, готовим баурсаки, блины. За все это мне нравится этот весенний праздник Наурыз. Эйфелева башня стала площадкой для спортивных соревнований. Вертикальный забег на самую посещаемую достопримечательность в мире стартовал в Париже. Это уже четвертое по счету подобное мероприятие. На этот раз в забеге участвовали 129 человек из разных государств, в их числе и 40 профессиональных спортсменов. Маршрут пролегал от лестницы южной опоры до площадки верхнего этажа, что составляет 300 метров, ну или 1665 ступенек. Среди мужчин уже в четвертый раз победил поляк Петр Лободзинский. Он преодолел дистанцию за 7 минут 56 секунд. У женщин быстрее всех на башню поднялась австралийка Сьюзи Олшем. На это ей понадобились 10 минут. Для нее это уже четвертая победа также подряд. Этот забег посвятили Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже. И на этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!